Я приветствую всех зрителей информационного агентства «Аврора» и зрителей моего канала. Я нахожусь на «Авроре» и хочу объявить, что информационное агентство «Аврора» стало партнёром проекта создания художественного фильма, сериала, сетевого сериала под названием «Донбасс. Прозрение». Я хочу напомнить, что месяц назад, в декабре, в начале декабря я сделал объявление о том, что война на Донбассе и вообще конфликт на Украине затянулись. Народ на Украине испытывает усталость на уровне уже отчаяния и безысходности. При этом ситуация достаточно патовая и никто не понимает, как завершить конфликт на Донбассе. Президент Зеленский пришёл во власть на волне сериала «Слуга народа». В сериале «Слуга народа» было визуализировано ритуальным способом определённые политические действия, которые по приходу во власть Зеленский и осуществил. Это роспуск Рады, это снятие депутатской неприкосновенности. Он фактически выполнил все те планы, которые в этом сериале были озвучены. Единственное, чего не сделано, это завершение войны на Донбассе. Наверное, ещё и потому, что в самом сериале об этом не было не сказано ни слова. Понимая этот опыт как позитивный опыт, мы подумали, что было бы правильно снять фильм о том, как война начиналась весной и летом 2014 года. На самом деле, с юридической точки зрения, там была точка входа, используя которую можно было войны не допустить. Есть определённые конституционные инструменты в законодательстве Украины, которые позволяли избежать войны. Но этого не случилось. Но поскольку мы с вами знаем, что там, где вход, там и выход, то такая возможность есть сейчас. И именно поэтому мы инициировали написание сценария многосерийного мини-сериала, в котором будет рассмотрено начало войны на Донбассе. В качестве основного места действия выбран Луганск. Прежде всего потому, что он в медийном поле освещался намного меньше, чем Донецк. А на самом деле, боевые действия и вообще ожесточённость там была на порядок выше. В этом сценарии, который мы уже завершаем, уже написаны две полностью серии. Третья в стадии завершения. Четвёртая серия, которая уже будет касаться боя на погранотряде и авианалёта на обл. администрацию, мы закончим где-то к 14-13 февраля. То есть, фактически сценарий у нас завершён. И основной его сюжет строится на том, что главные герои, это журналисты из Москвы и журналистка из Киева, получают редакционное задание и приезжают в Луганск 5 апреля, накануне взятия СБУ. Они приезжают в Луганск и становятся участниками водоворота событий. Они на следующий день заходят вместе с толпой в СБУ. И так получается, что они попадают в пресс-центр, который сформирован на палаточном городке. И вот эти два героя попадают в водоворот событий и становятся свидетелями того, что война на Донбассе и, в частности, в Луганске – это глобальная постановка иностранных спецслужб, которая на самом деле преследовала одну задачу – это стравить людей, представителей одного народа, и довести это до кровопролития. Тогда здесь возникает серая зона, здесь начинается контрабас, и здесь начинается то, что приводит к многолетнему страданию многострадального украинского народа. Естественно, в этом фильме мы визуализируем основные юридические инструменты того, как эту войну можно прекратить сегодня. Для этого есть все инструменты, они прописаны в Конституции Украины, и этот фильм, он станет информационной площадкой для того, чтобы потом, после того, когда народ поймет, что с ним сделали, чтобы потом можно было приступить к юридическим действиям. Хочу сказать, что презентацию по факту написания трех серий этого мини-сериала мы проведем на площадке информационного агентства «Аврора» 30 января, это будет четверг, в 13.00, здесь, прямо на «Авроре», мы презентуем основные сцены нашего сценария и объявим о начале предпродакшена, то есть подготовке к съемочному процессу. Понятное дело, мы будем снимать кино, это политический детектив, мы, естественно, подождем погоду, которая более-менее похожа на апрель и май 2014 года, мы там разберем в этом фильме все события, которые на слуху у всех в календаре. Это заход в СБУ, это избрание народного губернатора, это попытка подкупить Луганск для того, чтобы положить его под Донецк, это бой на должанке, это референдум, как удалось избежать того, что в Луганске готовилась вторая Одесса, 2 мая произошла Одесса, а 11 мая готовилась точно такая же акция в Луганске, как этого удалось избежать. Там, естественно, будет бой на погранотряде, там будет авианалет, это уже горячая фаза, которая, кстати, предшествовала тому, что она началась после того, когда полевые командиры с одной стороны и со второй довели ситуацию до тотального кровопролития. Там будет отдельный блок сцен, связанный с Надеждой Савченко, и вот этот весь политический детектив, который будет показан глазами наших героев, мы предъявим аудитории для того, чтобы люди посмотрели со стороны на нашу общую шестилетнюю историю. Я говорю общую, потому что я сам родом из Украины, я офицер советских вооруженных сил. Для меня вся страна большая, это одна общая страна. И уроки, которые Украина вынесла уже и вынесет из этой истории, они касаются всех постсоветских республик. Поэтому я считаю, что этот фильм стратегически важен для всех постсоветских республик. Белоруссия, Армения, Грузия, республики Средней Азии. Хочу пригласить всех 30 января на онлайн-трансляцию нашей пресс-конференции. Хочу обратиться к прессе, особенно к тем изданиям, которые занимаются украинской повесткой, для того, чтобы мы с вами обсудили наш продукт информационный. Он, конечно, кто-то скажет, что это кино. Это информационный продукт, который ритуально визуализирует картинку будущего Украины. Народ устал от того, что нет политиков в природе, которые могут предложить картинку будущего. И мы подумали, что при помощи кино эту задачу можно выполнить. Поэтому приглашаю в 13.00, в четверг, 30 января, на онлайн-трансляцию нашей пресс-конференции, приглашаю все СМИ, которые занимаются украинской повесткой дня в информационное агентство «Аврора», мы поговорим с вами о картинке будущего. Правда? Интересная задача. Спасибо за внимание.